Казаки, казачата, теперь и казачки. Новая, самая юная смена опоры и поддержки государства. В Анапе открылась первая казачья группа детсадовцев. Но, несмотря на столь юный возраст, посвящение проходило по всем правилам. Настоящие казаки зачитали устав, а новоиспеченные торжественно обещали его соблюдать. Уважайте старшек! Отвечаю! Любить спор и увлекать здоровье! Отвечаю! Инициатором открытия казачьей группы выступил сам сад. Родители поддержали инициативу и вот 25 мальчишек и девчонок в казачьих нарядах уже демонстрируют статьи выправку. Я знакомлю детей с историческим прошлым Кубани, рассказываю о казаках, о разных легендах, знакомлю с духовными праздниками. Мы приложим максимум усилий к тому, чтобы эти дети, почувствовав себя казаками, полюбив, так сказать, это дело, пошли в казачьи классы. Но какой же казак без веры? Настоятель храма иконы Божьей Матери Державная, отец Петр, теперь и духовный наставник казачат, прочитал молитву, раздал иконки и сделал наставление на путь духовный. Анапские казаки также обещали на постоянной основе передавать свой опыт самому младшему поколению. Это очень важно. Живем на Кубани, земля кубанская, казачья. Без детей, если будем растить правильно, воспитанных, культурных, которые будут уважать стариков, помогать старикам, это же очень хорошо. Использовать в педагогической работе добрые традиции казаков в этом саду начали два года назад, когда открыли фольклорную студию. Здесь реконструировали казачий курень, воссоздали предметы быта казаков. Хотя это далеко не единственное направление. Руководство Виктории делает ставку на гармоничное, разностороннее развитие детей. Не зря учреждение имеет статус Центра детского развития. Так, здесь, кроме обычных игровых комнат, есть из-за студии комнаты пластилинографии, а также лего-студия, где дети развивают усидчивость и мелкую моторику, оборудованный спортзал и даже тренажерный с настоящими снарядами. Квалифицированный инструктор обучает детей плаванию в теплом бассейне, который работает круглый год. А кабинеты логопеда и психолога больше похожи на сказку. Здесь используют нетривиальный подход. Все это, безусловно, положительно влияет на развитие ребенка. В детском курорте, где молодому поколению уделяется самое пристальное внимание, это особенно важно. А теперь с открытием казачьей группы сад будет воспитывать не только разносторонне развитое, но и патриотически сильное поколение.